По словам специалистов, открытие доступа к ресурсам президентской библиотеки имени Ельцина в первую очередь должно заинтересовать историков, филологов и юристов. Учреждение специализируется на сборе литературы и информации именно по данным направлениям. Однако сотрудники областной библиотеки уверены, что практически каждый их читатель сможет найти что-то интересное и полезное для себя. Наши читатели сегодня, читатели Брестской областной библиотеки, получают доступ ко всем этим материалам. И отличие от центра доступа к библиотеке Ельцина в Центре российской науки и культуры именно в том, что это практически объем в три раза больше и возможность получения копий этих материалов опять же через нас. В Центре российской науки и культуры этого сделать нельзя, а мы такую услугу предоставляем. Проект был реализован при непосредственном участии представителей российского Центра науки и культуры в Бресте. Именно на его базе в ноябре минувшего года был открыт первый такой доступ на Брещене. И именно его специалисты проявили инициативу в реализации подобного проекта в областной библиотеке имени Горького. Почему именно библиотека областная? Потому что когда мы только сюда приехали, то у нас еще не было своего помещения, ничего, а работу надо проводить. И первые мероприятия у нас проходили на базе библиотеки имени Горького. Это были мероприятия, связанные с 50-летием полета первой женщины в космос. Это были мероприятия, связанные с Первой мировой войной. В общем, это все у нас проходило на базе библиотеки имени Горького. А знаете, как говорится, долг платежом красен. По словам представителей президентской библиотеки имени Ельцина, открытие каждого такого проекта – событие одновременно радостное и волнительное. Работа по созданию сети удаленных читальных залов является одним из приоритетных направлений их деятельности. В настоящее время на базе субъектов Российской Федерации таких точек доступа функционирует более 200. За пределами России – 23. Три из них в Беларуси, притом две в городе над Бугом. Безусловно, жителям Бреста будут интересные материалы, которые представлены в нашем цифровом собрании. Прежде всего, конечно, архивные материалы, которые зачастую в оригинальном виде недоступны широкому кругу пользователей, а в электронном становятся доступны исследователям. В настоящее время достаточное количество картографических материалов. Это планы города Бреста, отдельных его частей, изданий XIX века или, например, стенограммы заседаний мирной конференции 1918 года. То есть, достаточное количество материалов, которые будут интересны жителям Бреста. Анастасия Стропко, Эдуард Бакунович и Дмитрий Лазарчук. Телекомпания БУК-ТВ.